Всего час, я буду сейчас минут 10 вам что-нибудь рассказывать. Свет в зале выключили. Значит, дорогие друзья, как только мы объявили, что по 50 рублей будет творительный сбор, то сразу же стало не 200 человек, как обычно приходило к нам на чипки, а немножко поменьше. Но что делать? Все-таки мы не будем... Фестиваль впереди, все-таки немножко надо нам денег собирать с народа. Очень тяжело, в этом году тяжелая ситуация. Хотя, конечно, выкрутимся, когда мы денемся. Я вам расскажу историю этой пьесы. Она очень смешная, потому что я дал задание своим студентам написать пьесу, чтобы было обязательно действие, происходящее на монтажке, на краю города, чтобы обязательно было мало действующих лиц. И слово «лапсердак» я еще там сказал, чтобы они употребляли. Ну вот, и они все писали, и появилась пьеса «Лапсердак» у Кати Гуземы, которая сейчас идет уже в Центр современной дороги. Очень приличная пьеса, еще несколько пьес появилось таких. Где-то этот «Лапсердак» был, где-то его не было, где-то шиномонтажка так проскальзывала. Но я, по-моему, я вот точно не помню, по-моему, я первый написал эту пьесу, а потом приехал из Польши. Больше мне делать было нечего. Я ставил корабль дураков, у меня очень много было помощников. Я сидел, как режиссер, налево-направо, они все работали, бегали. А я сидел, писал пьесу, писал пьесу «Змея золотая». Потом, по-моему, приехал, так было. И дал задание своим студентам написать пьесу такую же. Ну, проверить, кто лучше, я или они. Вот, потом, значит, я опять поехал в Польшу. Мне надо было это перепечатать. Я всегда пришел от руки на оборотках, на кифках. А потом надо было перепечатать, на компьютер перевести. И она у меня что-то все лежала, лежала. И потом я поехал в Польшу и положил ее, значит, в багаж. Багаж у меня потерялся, когда я поехал в Гдань. Я написал в Фейсбуке, что у меня, я потерял пьесу. Ну, значит, на следующий день в новостях в Екатеринбурге первая новость в Яндексе была «Колида потерял пьесу». Ну, она нашлась, на следующий же день она нашлась. Я ее что-то опять не перепечатывал. И что-то она у меня опять лежала. Лежала, потом я начал переезжать на новую квартиру. Я теперь живу в этом доме на пятом этаже. И я ее опять потерял. Куда я ее сунул, не знаю. Ну, какая-то вот загадка с этой пьесой. А потом я ее нашел. И вот сейчас открываю вам тайну. В середине июня, в середине мая я поехал, значит, в Сербию со студентами, со своими. Они вывезли спектакль «Заморышек». Оттуда они все поехали, значит, назад в Екатеринбург. А я потихонечку поехал в Черногорию отдыхать на две недели. Объявить об этом ни в Фейсбуке, ни в ВКонтакте нигде я не мог. Потому что мы собираем деньги на фестиваль. Что это? Он поехал отдыхать. Он сидит на море. Там, понимаешь, сидит и просит еще денег. Поэтому я две недели сидел, смотрел на этот Фейсбук. И думал, зараза, как же это сообщить? Сообщить невозможно. Но оказалось, что в Черногории в мае месяце ровно два дня было тепло. А потом пошел дождь такой стеной, что «Мама дорогая, Урал отдыхает». И вот это было две недели. И что делать бедному писателю, бедному драматургу, когда он видит дождь за окном? Он начинает страдать, скучать. Он начинает писать пьесы. Я прочитал 225 пьес, все, которые пришли на конкурс драматургов Евразии. И я написал две пьесы. Наконец я написал две пьесы, которая называется «Змея золотая». И написал пьесу под названием «Матахари. Любовь». Спасибо, Черногории. Очень-очень благодарю. Я не загорел, я не отдохнул, я работал там как проклятый. Поездка эта была на самом деле очень дешевая. И куплена она была давным-давно. Но, ну, короче, чего я обравдываюсь? Было дело. Поехал, да отдохнул, потому что после поездки во Францию, в Польшу и в Сербию мне просто надо было, необходимо куда-то смыться. Потому что уже они меня, товарищи-артисты, которые стоят сейчас за пьесами, достали, достали так, чтобы сил не было. Вот, написал эту пьесу. Сегодня с утра я ее редактировал. А потом мы с артистами читали. Мы так плакали. Я надеюсь, и вы будете плакать. Спасибо вам большое.